Невель У меня было очень тяжелое впечатление. Это новострой, это место, где шли жесточайшие бои. От Невеля не осталось ничего. Невель для меня, конечно, город прежде всего, где родилась Мария Вениаминна, и вот там и философский кружок, и первая любовь, все это связано с Невелем. Ну вот Мария Вениаминна Юдина называла Невель земным раем. После того, как я выяснил, что она родилась в городе Невель, мне вообще стало обидно, потому что я на машине проезжал через этот город, это такое захолустье, и такие на дорогах ямы, на центральной улице. Я скажу честно, когда я сюда приехал, то мне казалось, что Невель несколько неухоженный и неопрятный. И я несколько раз говорил другим моим, давайте мы преобразим свой участок, преобразится и город. Невель – это для меня семья. Это сюда входит понятие и дом, и близкие люди, и тот мир, от которого я никуда не войду. Я случайно совершенно сказала своему сокурснику, он говорит, ну вы же петербурженка, но я родилась в Невеле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А lot has happened here since the time when Russian poet Alexander Pushkin traveled through this town on the way to his exile in the Mikhailovskaya village. A popular poet, Jan Bolshevsky, wrote his verses. And General Michelson, also a Neville native, suppressed the Pugachev rebellion. In the 20th century, this place on the map will be related to such famous people as the great pianist Maria Yudina. Vera Efron, who set up her own Neville theater. An amazing poet, Boris Smolensky. A prominent scientist, Boris Zvigin. A legendary translator, Elga Linetskaya. And our contemporary and friend, actress Marina Leftova, who died tragically. Marina's family was executed in the Neville ghetto. And her own very short life went on between Moscow and St. Petersburg. But she got a chance to buy a small country house near her hometown. Writer Tamara Pitkevich will remember Neville all her life. But right now, let us get back to the early 20th century, when this town on the border of the Pale of Settlement was famous for its doctors. And among them, Valentin Skačevsky. Skačevsky – тот человек, который, ну, создал первую больницу. Первую настоящую Невицкую больницу. Я себя как руководитель ставлю на их место, тех людей того времени. Это непростая вещь, на самом деле, построить такое двухэтажное здание. И все это не было как программы господдержки. Вот они понимали, что нужна школа, и школа строилась, да? И люди строили, потому что понимали, что тебе никто не придет, ничего не даст. И от того, что ты сделаешь, так ты будешь жить. Невель для меня – это самое главное место на земле. Вот это моя земля, и с меня за нее спрос. Для меня ведь Невель долгие годы был просто легендой. Местом, где родился мой отец. Мой отец со своим младшим братом переболели с крылатиной. Доктор Skačevsky, придя к ним домой, приставив к груди этого ребенка деревянный стетоскоп, сказал его матери, «Вы знаете, у вашего сына сформировался порог сердца». Но вы не волнуйтесь, это такой порог, с которым живут до 70 лет. Удивительно, что отец мой как раз и не дожил нескольких месяцев до своего 70-летия. Значит, отец родился в 1920 году, а бабушка переехала в небе. Там он закончил 10 классов. Доктор Скачевский, декабря в небе. Декабря в небе. Доктор Скачевский, декабря в небе. И после двух лет в больнице, как обычно случилось, он решил, чтобы стать доктором. Он решил. Если он уничтожил, он решил, чтобы попасть в МОСКОЕ МЕДИКАЛЬУНИВЕСИТЕСЬ. Он решил, что произошло просто во время World War II. Пневмотеракт позволяет ему прийти в войну вместе с его парами. Из-за катастrophического человека, в 21-м году он был приглашен в МОСКОЕ МЕДИКАЛЬУНИВЕСИТЕСЬ. На войну, 1 год equals 2. ВОРОХОБОВ Еще очень young, Ленин Ворохобов был создан ЧИФПИС-ФИСИНО в ЧИЛДРОНСЬ ФИЛАТСОВ ХОСПИТАЛЬУ, где они еще работают using the Ворохобов method. В 19-м году, в 1970-м, он ведет в МОСКОЕ 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 МОСКОЕ. После 20 лет профессиональной работы, он был поменен не только по мнению новых новых хОСПИТАЛЬУНИВЕСИТЕСЬ, но и по фамилия фигурия О-3, на авиационных автомобилях. Он влюбил в Москве. Однако, его Невелл прошел с удивительным последованием после его жизни. Вот, собственно, портрет Леонида Андреевича Ворохобова, друга детства моего отца, которому я считаю, что я обязан тем, что моя мечта стать врачом осуществилась. У папы было много друзей евреев, поскольку все его детство прошло в Невеле, где, в общем, была еврейская школа, и все эти друзья, все они сопровождали его всю жизнь. Вот это Невельское землячество, оно сохранялось в Москве. Леонид Андреевич Ворохобов и Борис Борисович Звягин. Вот эти имена, они всегда произносились моим отцом с гордостью, с гордостью за своих земляков и за тот маленький городок, по сути дела местечко, откуда все они вышли. Спустя много лет сын Невельского друга моего отца, Леонид Михайлович Печатников, предложил 67-й больнице присвоить имя моего отца, Леонид Андреевича Ворохобова. Говоря о Звягине, говоря о Ворохобове, что вот они все выходцы из Невеля, папа как-то вскользь говорил о том, что была еще одна женщина, его тетка, она рано уехала из Невеля, порвалась семьей и, в общем, стала пианисткой. Ну, такой позор семье. Он только однажды назвал это имя. Он сказал, что была вот пианистка, звали ее Мария Юдина. Was a pianist is a terrible understatement. Moreover, today this name is still famous worldwide. Recordings of Yudina's concerts are being restored and the records are released in huge editions. There are books written and films made about her. A wonderful exhibition opened at the Moscow Conservatory dedicated to her 120th birthday. And it is not only about her musical heritage, but also about the scale of the personality of this unique pianist. All her life she was possessed by two passions, music and philosophy. Юдина's correspondence with the greatest thinkers of her time, not only in Russia, but far beyond its borders, is being researched in the past several decades not less scrupulously than the phonograms of her concerts, which in her time gathered the cram of the intelligentsia. Who would have thought that in the far 1899 a Neville doctor, Вениамин Юдин, dreamed that his newborn baby girl would become a doctor. But Manichka, that was her short name, would not continue the dynasty and at the age of 13 would leave her family house to enter the St. Petersburg Conservatory. Maria Yudina would not only glorify the Russian piano school, but would also bring up a whole constellation of young musicians, who would still call themselves her students after a long life in music. We want to play the 17th song of Mozart, which I really loved Maria Vienemmina. I play a great song? Well, it seems like this. You play well your theme, but I'm quiet. Well, I'll play well. Well, I'll play well. Well, now it's good. Well, it's good. Well, it's important. Well, for women's life. And it's really important. I wish my parents were dressed up. She was a young girl. Her little daughter was full of a beautiful smile. It was like that she had an opportunity to be with her students. And she came. We play Quintet Braumse. Ah! We play Quintet Taneyeva. Ah! We play Quintet Taneyeva. We play Quintet Taneyeva. We play Sona Tuchemdimit! It was just a幸 opportunity. What are we playing. As much as we were playing, Да, да, да. И никто не считал времени. Это было счастье с ней работать. Я играла с ее студентами эту сонату неоднократно. И она давала какие-то очень ценные указания. Потом ей надоедало говорить им. И она их просто саживала со стула, садилась сама. И мы с ней вместе играли. Для меня это была самая величайшая школа в моей жизни. Потому что когда играешь с гением, то играешь не так, как можешь, а играешь лучше, чем можешь. Я так не могу играть, как я играла с ней. С ней никто не мог даже близко сравниться. Но никогда в жизни не было показано, что... Ну, я понимаю, что ты там... Ну, все-таки постарайся там что-то. Никогда. Какая такая атмосфера совершенно равных. И вот мне посчастливилось. Я играла с ней с травинского сонату для двух фортепиана. Мне казалось, что я понимаю в какой-то степени, как она это делает. Чем больше времени проходит с того дня, что моя времена нас покинула, тем шире распространяется свет ее. Интерес к ней во всем мире растет. Интерес к ней как к личности, к ее записям. К ее жизни. К ее жизни, ко всему. Она не просто исполнительница. Она играет музыку вот так, как будто она сама это написала. Она вкладывает что-то исповедальное в каждую ноту. Интерпретация, к которой подключена душа человека внутренне, и она уже переходит в соавторство. Она выходила в консерватории на свой сольный концерт. Я помню, в концертном платье и в кедах. Она пренебрегала всякими условностями и в этом смысле была человеком абсолютно внутренне свободным. Открывается дверь консерватории, и из этой двери выходит Юдина. Это была легендарная русская пианистка. Она была очень верующая, очень. И она ходила даже в аббатской сатане с большим крестом и с палкой. Подошла и ткнула этой палкой меня в грудь. Рудик, вы знаете, что вы должны сделать? Вы должны инструментовать искусство фуги. Все, до свидания. Ушла. Ну, это на меня очень подействовало, потому что она человек такой, она была как пророк. Тетя Маруся открыла дверь и удивился, что у нее пальцы все были перебинтованы. Я видел ее квартиру, автографы Пастернака, стихов из доктора Живаго, домашний рояль и много было кошек. Понимание того, с кем я общался, пришло значительно больше. Тогда не было. И вы знаете, вот когда я первый раз вот с ней встретился, у меня было такое чувство, если говорить словами Сергея Есенина, как будто я встал перед причастием. Какая-то благодать, и тебя это обволакивает. К музыке она относилась как к святыне. Ей принадлежат слова, что к Богу она пришла через музыку. Поэтому музыка для нее была чем-то божественным, а музыка в ее исполнении становилась чем-то божественным для всех слушателей. В этом случае Мария Юдина, слово «годный» не совсем не фигура. Ее путь к христианству исчезла в Невил. Там, у них, девчонка из семьи от европейского доктора, встретила философа Бактин, whose name is inseparably linked to Dostoyevsky's поэтикс для нас. Тогда, на протяжении двух эпохов, сразу после октябряной революции, молодые люди были full of vague hopes и grandiose планы. С помощью бактин, Мария adopted христианство и forever determined ее путь к артисту, через религию. С затем, моральные эфиксы для нее были inseparably linked к музыкальной артисту, и, часто, персонажа из персонажей была более важной для нее, чем их музыкальный директор, и Юдина не могла делать музыкальный директор, whose earthly deeds она не считала одновременно. Пианисты повторяя после бактин, что «изпирация, что ignores жизнь, сцепляющаяся к творческой артисту, но не больше, чем контент». Она говорила, что она была ответственной жизнью за все, что она научилась и живет в артисту. И эти слова были не empty words of an идеалист, но, в ее слове, настоящая реальность, а настоящая реальность вероятного 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 действия в сфере в действии. Зелаясь, доводность и релактность к директору, в результате из-за inevitable преступления. В 24-е, она стала профессором в Санкт-Петербург-Консерваторе, но была устремлась от всех, на многих occasions. Каждый ее концерт вызывал дрожь у руководителей Министерства культуры. А потом она была на гастролях в Хабаровске, и она там тоже пропагандировала всяких классовых врагов, в том числе, кстати, Шостаковича. И это пошло в филармонию, и ее лишили концертных деятелей, концертов вообще. Короче говоря, так или иначе, но советская власть Ютину отторгала. И только потому, что у Марии Вениаминны было огромное количество поклонников ее искусства, замолчать ее было невозможно. Гражданская панихида. И там выступало много людей, и на икаузы, и гумнов, и все. Ну, я тоже играл на похоронах Качалова, на похоронах Юдиной. Большой талант был. Конечно, женщина очень оригинальная, странная, можно сказать, сумасбродная. Публика ее любила. И за это тоже. Она играла баха во время войны. Очень хорошо. Хотя все шиворотно-выворотно. Быстро и фартисимо. Та-та-та-та-та-та. Скажите, пожалуйста, почему вы это так играете, вот так? А сейчас война. Вот это типично, Ють. А сейчас война. Она ведь пошла на сестринские курсы, и она хотела ехать на фронт. Она была такая, ну, патриотка в таком настоящем смысле этого слова. Ее патриотизм был воинствующим патриотизмом. Она была настроена вполне героически. И если бы ей дали вообще в руки оружие, то она бы как Жанна Дар сражалась. Мария Вениаминна была человеком бесстрашным. И Бахтин говорил об этом, что в средние века она без колебания взошла бы на костер. Когда война началась, Юдина enrolledа врача и началась работать в хоспитале. Но скоро она осознала, что в эти ужасные дни ее артисты могла быть гораздо большим использованием. Она подчеркнулась на байонет, не с пеной, но с ее пиано-казами. Она боялась в фронтах и много раз в Ленинграде. Сустью вдруг стала легендарной. Например, это знаменитый факт, что ее live performance of Mozart's Concerto No. 23 было слышно на радио по Сталин сам. Они говорят, что он не только просил, который был сделан на тот же день в ракете, но и отправил в ракете с деньги на пианист. Как ответил, Generalissimo Сталин received a short letter, в которой Юдина thanked him for his high appreciation of her performance и informed him that she would immediately donate the whole honorarium to the Church in atonement for her own and his sins. В смысле, playing a holy fool who condemns evil that doesn't tolerate compromise became one of the forms of Юдина's serving. В России, holy fools were feared since the time of Ivan the Terrible. Сталин feared them too. He swallowed her remark and talk of Юдина's even bigger courage spread far and wide. It seems at all times people have to believe that there is someone brave enough to resist. Ну, это был смертельный номер. Но, как это ни странно, Сталин Юдину не тронул. У него были свои представления о людях культуры, кого он считал людьми не от мира сего. Небожителями. Вот таким людям-небожителям он относил, например, не только Юдину, но и Пастернака. Я был-то свидетелем, как у нас в зале между двумя произведениями она начала читать стихи Пастернака. Как раз в тот момент, когда на него было гонение, когда было это постановление Союза писателей. В красу в эти дни вот она начала читать. Играла без креста, но выходила читать стихи из доктора Живага. Она с крестом. Мария Вениаминовна была для папочки очень близким и дорогим человеком. Ее отношение к миру, к искусству концентрировалось в ее поклонении слову. А служба слова и было то, что занимала Пастернака всю его жизнь. Как она приезжала к нему в Переделкино, и они подолгу сидели на террасе и разговаривали. Как он читал доктора Живага у нее на квартире. Как она играла на его похоронах, и как каждый год она приезжала в день его смерти на кладбище, открывала Библию и читала из апостольских посланий то, что ей казалось правильным и уместным. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 В это тяжелое для православного человека время она нашла в себе мужество. И это был тоже ее талант. Талант веры, талант стойкости. И она отстаивала то, что жило в ее сердце. Отец работал на птицеферме, мать полола свеклу. Отец захватил еще год войны и шесть лет во флоте служил. Ходили в храм, водили нас в храм. Да, это было время притеснения и гонений. Я вспоминаю такой случай, когда я был, наверное, в четвертом или пятом классе, когда в дом приехали председатели сельсовета, директор школы, классные руководители. И ставился вопрос о том, чтобы детей забрать. Забрать от родителей и отправить в детский дом. Да, это такой был некий шок в то время. Если человек отстаивал свою позицию в те годы, не тогда, когда, вроде казалось бы, все разрешено, а тогда, когда, скажу так, мы веру хранили вот так вот. Держали ее возле себя, казалось бы, только это защитить. И я помню, когда из монастыря уходил в армию, то отец Анастасий произнес такие слова. Ты сохрани только веру во Христа. Никаких подвигов там совершать не надо. Таких духовных подвигов. Но сохрани веру, чтобы ты пришел таким, хотя бы каким ушел отсюда из монастыря. Вот не так подал свечку, не так ее зажег. Вот пришел и в соответствующей одежде и так далее. Если он зашел первый раз и наткнулся на такого справедливого, то в кавычках христианина он может даже никогда больше не переступит храм божий. Если даже он что-то сделал неправильно, помолись о нем, перемолчи. Или грош цена всему хождению храм божий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Yet, something in this senseless and mercilessly destructive place disconcerted the soul of the thievent revolutionary. Upon his return to Petrograd and his family, he didn't say anything, but urgently evacuated to the capital his wife's family by coincidence naval natives, destroyed documents testifying to their noble birth and apparently broke down. He requisitioned church valuables, albeit without due zeal, for which he was executed in the spring of 1938. И потом я понимаю, теперь еще больше трагедию отца. После вот этой Невельской истории, он просто одержим был, встав на их защиту. В самые страшные каторжные годы, по воспоминаниям Тамары Владиславовны Петкевичи, она ощущала какой-то свет, идущий к ней. И уже работая над книгой, она сказала, свет шел из Невельского детства. Ах, эти леса Невельские. Мария Юдина described Neville as an earthly paradise. It was such for Tamara Петкевич too, however, probably not for the special beauty of local landscapes, but because all her following life became hell. She described her own life with daring honesty in her novel Life is an unpaired boot. For me, Neville carries lyrical value, Петкевич used to say. Her child's memory cherished those pictures and their fullness. And who knows, maybe they helped her survive and hold out against what happened to her afterwards. Когда эти крестьянские семьи шли с поля домой, они песни пели, как они могли после такого трудового рабочего дня еще возвращаться с песней. Наверное, это была какая-то очень верная совместная жизнь людей с природой. Колосилась рожь, цвел лен голубенькими цветочками, горячиха белыми цветами. Лен один голубой был, другой белым цвел. Еще поле вот так голубое-голубое. И было так красиво было, придет отец, скажет, Алида, пойдем, посмотри, как лен цветет. Мне было 15 лет, когда началась война. Летят самолеты немецкие на небель, и бомбежка началась. Когда немцы оккупировали нашу Псковскую область, организовал папа партизанский отряд, мама осталась в селе со мной. Узнали, что в селе есть жена и дочь командира партизанского отряда. Ей сказали, Дуся, уходи. И мама как была, в чем стояла со мной на руках, она ушла в сторону Белоруссии. А там тоже карательные отряды. А кто будет брать чужого ребенка? Сбоялись приютеть, потому что кто пришел, начнется допрос. Если ты не трогаешь, они не трогали. Мы у Немеля, я говорю, не видали, чтобы на нас они нажимали что-нибудь, ну, заставляли снег чистить. Три года бы я был в оккупации. Ну, кто сопротивлялся, это расстрелы не повешены. Ну, и было решено, что как-то надо воевать. И старшая, Женя, стала ходить в лес. И папа понял, что надо тоже идти туда за Женей. Ходили они, может быть, и так и полгода, пока кто-то их не выдал. Пришли во двор фашисты, вывели Женю, и здесь же на глазах у матери расстреляли. Папа дворами, дворами, огородами, и скорее-скорее в лес. И все они на другой день ушли в лес жить. КОНЕЦ КОНЕЦ не случилось. «Их комменфельд, майн фаттер арбайзен». Он тогда говорит, «О, эсэн, иди». Это брата крестьянской жизни в Германии. Сумнительно. Поедем с нами, посмотришь правду. У нас все время говорят, забрали в Германию. Я вот этого слова не могу понять, как забрали, когда сами приходили. Господин офицер, так когда ж поедем? Яркое утро радостно встретило наших путешественников. И пограничный часовой гостеприимно открыл шлагбаум в ту страну, которая при большевиках была совершенно неизвестна подсоветскому человеку. Быстро, как во сне, проносятся интересные картины новой, невиданной, привольной жизни. Каждый клочок земли заботливо возделан. Везде порядок и мирный труд. Меня это больше остановило то, что папа сказал, что, сынок, это ерунда, что все хорошее и большое, наши все равно победят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, мы все вернемся к героям, солдатам и офицерам. Но в этой войне, у нас есть еще один брак, который принял специально уважение. Комбат камерам. Они защищают immortality для тех, кто lanzал атаку и сезли доминальный terrain, кто liberали города и спасли людей. Один лист, или миллион. Невилл был счастлив. Своей liberации была filmed скрупulously и masterfully by a war correspondent, Владимир Гребнов. Он оставил нас уникальный кроник, что другие, большие города, были депрессивны. Не только из-за футового, но и из-за операции. Это было планировано много времени в атмосфере от атмосферии, и Невилл появился абсолютно неотвестным. Невилл был стратегически важный рейл-розунчон на митинг-поинтах Германии и Медель-Армии. Своей liberации открыли дороги в Белоруссию и превосходили на рейл-розунчонную операцию «Багратион». В 7 часов в часах наши танцы начали открыть операцию. И в 4 часов, на один день, город, который был под оккупацией за два года, был liberацией. И где-то, я не знаю, часа в четыре, появились два танка. С Лёхова на Невилле. Это уникальное место в Невилле, не тронутое ремонтом, где видны следы от пуль, осколков во время боёв за город Невилль в 1943 году. За взятие города Невилля в Москве был оружейный салют из 12 залпов. И знали все люди, не то еще будет заплатить фашистский Берлин. За Невилль, за Гомель, за Карьков, за Киев, за Днепров, Петровский, Томбак. За Курск, за Брянск, Малент, Луган, за Владик, Кавказы, Кавказ, Кавказ. Невилль освободили, и на следующий же день меня прозвали в армию. Причем мне было всего 18 лет, и было мне приказано написать добровольное заявление. И я воевал добровольцем. Первое ранение под пустошкой, второе под севером, а третье в апреле 45-го года птинисбергии раню. Наша третья ударная армия в лето 44-го года освобождала Латвию. Осенью нас перебросили в Польшу. Весной 45-го уже пошли на Берлин. Вышли к дому Гиммлера, по-моему, через площадь от Рейстага. Вот там мы и закончили войну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы привезли в день ближе, в каждом месте мы могли. В флаге над Рейстагом. Третья армия. Один, который избирал Невилль раньше. Невилль-бойцы были recruited into that army, some under 18. Они marched through Latvia, Poland, Коенигсберг, и entered Берлин. Но многие не живут чтобы увидеть ряду 1945. Они не были встречи в Москве. Они не прорывали в победе на Ред-Сквере. И флаги, ловили на 6 октября 1943, в middle of that horrible war, became their personal, though perhaps a small one, but their only victory. И флаг they raised over the Neville-sloping roof became their рейкстаг, and their own victory day. The Neville-liberation operation, that began so swiftly, continued long after the victory fireworks in Moscow. The Germans got over the initial shock and pulled reinforcements to the town. In fierce fighting near Neville, casualties numbered 20 000 people, far more than the number of those who live in Neville today. And now, 80 years later, search parties continue to look for soldiers' remains. It's terrifying to imagine, but in just one forest skirt, the former place of fierce fighting, the search party found and buried over 120 soldiers. The children must be a son of 8 years old, and 4 years old already together with me. Who will, except for us, do this work? When you spread the history through your hands, and every time, when you find a new soldier, and you understand, that this man from 17 years old is your brother, who died, to protect our homeland. And sometimes, you even take the history on yourself and think, that you could do it, as he did. It's scary. 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 Every meter here is broken. Our car has become international. We are now, with Russian flag, today is the flag of Kazakhstan. In this year, the country of Nyevill is the capitulation of the Nyevill of the Nyevill Abulhaïra Bajmudina, who killed a hero. The part of the country of Nyevill was killed by Nyevill. For example, the people of our country were killed by Nyevill and the people of Nyevill in the nation of Nyevill in the country of Nyevill at the Neville Мы благодарим российский народ за добрую память и уважение ко всем героям войны. Невель – это моя родина. Тут стоит памятник Ленина, Пушкина и еще Маншук-Маметова. В общем, это очень хороший город. Я его очень люблю. Пушкин, Ленин и Маншук-Маметова. Ты сама больше всего кого любишь? Маншук-Маметова, потому что она помогала в войне, она сражалась на войне и погибла на войне. Наша землячка Маншук-Маметова совершил свой героический подвиг 15 октября 1943 году за древний русский город Невель. О героическом подвиге нашей Маншук-Маметовой знал в то время весь советский народ. Где здесь старший сержант Маметов? Не даю говорить. Вон он. Только ты его сейчас не буди. Он сейчас спит. Так это ж баба. Во-первых, не баба, а девушка. Во-вторых, не девушка, а командир пулеметного расчета. Понял? Ее зачислили наводчиком пулемета в третье отделение. С этого времени, значит, у нас началась с ней совместная служба до последнего ее дня. Покажет у него весь рост. Самоуверенные немцы. Второй раз Маметова, очевидно, учла ошибку первой атаки. Потому что на первую атаку на расстоянии метров 400 начала стрельбу. Вторую атаку, значит, подпустила гораздо ближе. Ну и открыла огонь. Продолжался огонь этот минуты две, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The fire lasted two minutes. An insignificant combat detail. But behind it, there is a whole human life. Hero of the Soviet Union is the highest distinction in that war. There is no higher title, neither officer nor marshal. There were only 12,000 of them. 95 of them were women. One of them was a 20-year-old Kazakh girl who had covered the retreat of her company and remained alone at her machine gun. And being lethally wounded, she managed to shoot down several dozens of fascists. What stands behind heroic deeds? Sometimes a momentary outburst of courage, and sometimes a whole life as a prologue. Manshuk Mameteva's father, a well-known al-Mahatar doctor, was arrested in 1937. On that day, her mother confessed that they were not her biological parents. She rewrote Manshuk's biography. And hurriedly got married to avoid arrest as the wife of a public enemy. Evidently, she wanted to save her adopted daughter, but the latter fled home and became obsessed with the idea of saving her father. She sought the help of his friends, but no one responded. Many didn't let her into the house. Of course, she decided to become a doctor like her father, but the war began. And she considered it a chance to accomplish a heroic deed in atonement for her father's guilt. My father, Tavrych Command, taught me. We don't care what your father taught us. Come on, I'll take it. Don't you, I'm alone. My father taught me differently. I was a military man. I have no doctor. Look at this. And where are we now? I died in the war. For Manshuk, the war became an escape from humiliation and injustice. For two years she has been writing petitions to different functionaries, including Stalin. Она была уверена, чтобы идти на фронт. В конце концов, она была в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Но Маншук была готова к борьбе на фронт-лайне. В ночь, она скрупулосно исследовала конструкцию машин-машин-ган, и она научилась к shootу так мастерски, что soon она стала командой командой машин-ган-детачки. В конце концов, на фронт-лайне. На ночь перед ее первой, последний и последний бой 15 октября 1943, Маншук wrote a letter to her mother in which she spoke about her father again. How can one immortalize a dishonored name in the Soviet country? Ахмет Маметов was rehabilitated by his daughter Маншук, who turned from the daughter of a public enemy into the hero of the Soviet Union. She was shot by the Nazis, enemies of our country. Shot in the face, alone, near her machine-gun in the open field. Her father was shot in the back of the head by NKVD officers, also enemies of our country, but by our own people, which is far more awful. They refer to Маншук as the daughter of the Kazakh people. And it is absolutely true, of course. It's important to understand what that war meant to all the peoples of our country. That very 100th national Kazakh brigade was formed in Almaty in the winter of 1941. The capital youth, the worthiest sons, mostly volunteers. They were sent to the front on the 13th of August in 1942, directly to the Zhev frontline. After two weeks out of 3,700 soldiers, 2,600 were killed. Those who miraculously survived were reformed and sent to Neville. It is where Manchuk Mametova would die, becoming an everlasting embodiment of all nameless heroes of her own people. They don't erect crosses on mass graves. There are no personal lives here. All lives are merged into one. That war didn't know the distinction between eye color, age or religion. Kazakhs died near Zhev. Others perished at the Reikstag walls. How strange that the world hasn't learned its lesson. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учила, живи по привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. От чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? у нас есть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok